Толстой пахал, он шёл по борозде, а думал в это время о пиздеце. Он от неё отмахивал себя, может быть, чтоб целый граф Толстой не справился с какой-то пиздой, а между тем пизда не отставал. «Подумаем о собственности. Граф не признавал имущественных прав и прав на землю. Собственность есть кража. Всё спи же, но он плюнул в борозду и стал искать другой предмет. Раздумие везде она, и даже в невиннейших словах на первый взгляд, особо если дом разозлят. Пиздельники, на что рожать их было. Пиздарность, и он развернулся в ху. Кругом она. Подумать, что ли, о ху. Хотя коне, но то была, как было. Банальная, с пиздою под хвостом. Негодование вспыхало в Толсток. Подумать, что ли, о вопросе женском. Он, кажется, на самом деле прост. Зачем над ним трудилось столько пёс? Он муху отогнал привычным жестом и стал мечтать о прозе, но и здесь сорил какой-то форменный пиздец. Все фабулы, все выдумки, все страсти неслись потоком пламенным в пизду. И эту сумасшедшую езду остановить не в графской было власти. Он думал, мысли о странствах спасёт, но вспомнил лишь пизанский эпизод. Да, в Приозерске, в Познане, в Бацдаме, везде, куда доходят поезда, царила неизменная пизда. Пизда, пизду, пизди, пизду, пиздание. Зашла над лесом первая звезда. Конечно, мне отмщение осва, сда, воздам, да что ж я бриру словно мелен, держи себя везде. Не ты, не сда, не сдал Роман Каренину, но сда сдаваться без пыловства. Граф засопил. Она была везде. Все мысли графа были в пизде и весь в плену греховного желания. Он девушку завидел впереди и закричал, пизанка, подойди! Как звать тебя? Маланья? Пусть маланья! Одежды на пизанке разодрав все принципы своей забывшей граф, с ней похоти на пахоти предался. Животный бессмысленный процесс в моральное учение не лез, но никогда ему не предался. Маланья встала, граф достал пятак. Она просила гривеник, итак, с тебя довольны, блузы заморали, да ладно уж, беги себя пока. Он стал пахать. Саха была легка и было сладко думать о морали.